Добрый всем вечер. 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 Кстати, не всегда напрямую можно обозначить, что то, что человек получает, это услуга. Ну, скажем, налог, всевозможные дорожные сборы, которые в той или иной форме существуют в стране, они вот как бы, их любят собирать, например, в виде дополнительного сбора при покупке бензина. И здесь вроде бы это справедливо, потому что тот, кто не пользуется дорогами, он бензин не тратит и за бензин не платит. А когда он ездит на общественном транспорте, то там в цену билета входит вот этот налоговый сбор. Правда, сегодня получилась эта система налоговая уже явно дает трещину по причине того, что те, кто пользуются электрическими двигателями, электромобилями, они не покупают бензин, дорогами пользуются, а налога, получается, дорожного сбора не платят. И у меня есть тяжелое подозрение, что вся выгода электромобиль в стоимости на километр, если мы не говорим о цене автомобиля, мы убираем в сторону тему стоимости автомобиля, то электромобили платят в Израиле почти пятикратно меньше, чем бензиновые двигатели, получается. Но это ровно потому, что с них почему-то в результате такой системы сбора не берут дорожного сбора. Но, например, в разных странах есть та или иная форма, например, отдельной статьей налоговой, именно при сборе на образование. В Израиле нет отдельного пункта налог на образование, но, например, в Советском Союзе, я не знаю, как сейчас, но в Советском Союзе, была такая веселая налоговая пункт, который назывался налог на бездетность, что человек, у которого никогда не было детей, он как бы должен был платить, кстати, довольно прилично, там, несколько процентов платил за налог за бездетность, и как бы шло это в оправдание, что это налог на образование. В Америке налог на образование, он всегда общинный, основной, основная форма, не всюду, но аккуратно, в разных штатах, чуть-чуть по-разному, но, как правило, это общинный налог, который сама община решает, сколько брать, и он регулярно абсолютно непропорционален числу детей. Но, что вот важно, общинный, например, там, где есть налог отдельный на образование, он как бы ясно, что не связан напрямую с выгдой, которую получает человек от этого налога. То есть, если человек хочет жить в таком-то квартале в США, то он должен платить иногда очень высокий образовательный налог, хотя у него нет детей. Правда, ну, там, длинный разговор, как это устроено регулярно, это просто некоторый способ избавиться от бедных людей в данной общине таким способом. Но довольно часто все-таки налоги взимают по возможности человека платить, а не по выгоде, которую он получает. Как обычно, когда мы говорим о еврейских праве, то чаще всего начинают с некоторых библейских чаще всего вещей, где мы там находим налоги. И если не говорить о том, что называют Беком и Гульголы, пол шекеля с головы, да, налог на содержание храма, который, как мы видим, совершенно, он не на содержание храма, чуть-чуть аккуратнее. Это налог на общественные жертвоприношения. И там существует жесткое правило о том, что со всех собирают одинаковую сумму, пол шекеля. Богатый не дает больше, бедный не даст меньше. То есть вот то, что называется подушное подать, обычно пользуется словом. Но это ровно на повседневные жертвы в храме. И я могу сказать, что по этому поводу была некоторая борьба, потому что хватало богатых людей, их всегда хватает, которые хотят, чтобы они имели право купить жертву, и чтобы она, как бы, была общественная жертва, принесена от их имени и на их деньги. И богатые люди боролись за это право. Кстати, Коинская верхушка в конце второго храма очень хотела принять такую идею. Ей не позволили, там большие были споры по этому поводу. Все-таки идея, что жертвы приносят все в равной степени, она казалась важнее и справедливее. Но если мы переходим от вот этой темы именно к налогам, то я хочу заметить следующее. Да, следующая вещь в Талмуде, где мы встречаем налоги, это проще всего говорить о том, что называется царское право. Магелла Тшмуэль, она называется в научной литературе, царского права. И там оговаривается, что царь, царь, ежели люди решили набрать царя, то получается довольно интересный момент, что с этого момента он имеет право набирать армию. А для того, чтобы набирать армию, ему нужны деньги. С этого момента он имеет право на налоги. И так как царь существует не только в военное время, но и в мирное время, то он имеет право собирать деньги на администрацию. На него одновременно возлагаются полицейские функции. Обратите внимание, что вначале царская власть устанавливается как военная власть. А потом дополнительно, коль у тебя есть силы, то на него возлагаются также полицейские функции, охрана некоторая. На это нужны все деньги. Правда, там не говорится, как он собирает эти деньги, по какому правилу и по каким принципам он это делает. Это отдельная тема. Она там не обсуждается, где говорится о праве царя на такие вещи. Еще в одном месте упоминаются уже налоги прямо. Это в книге Эзер. Я не буду с этим связываться, потому что это скорее тема персидского всевозможного права. И об этом сегодня, наверное, я упомянул. Об этой стороне вопроса, ну, да ладно. Значит, если мы переходим отсюда к Талмуду, то там налоги появляются в связи с двумя темами. Первая тема – это выплата налога властям, причем и назем. Вот оба Талмуда ведь составлены, и Мишна, и оба Талмуда, они написаны, когда власть была иноземной. Соответственно, вопрос о выплате налогов, именно возложенных иноземными властями, он регулярно появляется. Причем, вот хорошо видно, что происходит приличная разница между вавилонским Талмудом и источниками, которые ближе к Мишне. То, что ближе к Мишне, то есть до конца II века, вот эти источники. Они обсуждают положение в земле Израиля с этими налогами, которые, значит, там два основных налога, которые упоминаются. Это налог, ну, грубо говоря, подушная, подать. Паска и карга называется. Вам нужны все нужные слова, они иностранные. Значит, таска и карга, значит, одна, это подушная, подать, ну, лафигульгола, то, что на иврите называется, по головам. Не по душам, а по головам. А одна, один налог наземный. Такие налоги были во всех странах и в Вавилонском, Талмуде, и в Персидском. С тонкой разницей. Я не перечисляю еще серию налогов. Вы учтите, что налоговая система в древнее время, там много разных вариантов налогов было, и я не буду их всех перечислять, но, грубо говоря, два основных. Значит, по земельной и по душевой. Значит, при этом учтите, что было много дополнительных всяких налогов. Например, одно из них, это, ну, слово специальное, лила, или, значит, на латыни это aurum cronarium, вообще-то это латинский термин. И теоретически он возлагался на подданных для того, чтобы отметить то или иное событие в жизни текущего монарха. Ну, в Римской империи императоров все-таки они не монархи, они всячески доказывали, что они не монархи. Это только у варваров есть цари, а у них император, который никак не царь. Хотя царь вообще на всю голову был, конечно же. Вот, но, значит, он отдельная история о том, как он возлагался. Ой, простите, пожалуйста, а какая разница между царем и императором? Император как бы был первый, теоретически утверждался римская история императорской власти. Это длинная мрачная тема. Какую-нибудь популярную книгу надо придумать, где это разбирается. Ну, например, «Зверь из бездна» амфитеатрова, там можете найти. Она очень хорошо написана, кстати, «Зверь из бездны». Я советую почитать эту книгу для тех, кто любит историю вот эту древнюю. Он журналист, но она написана очень живенько и с хорошим пониманием, о чем говорит. Разница как бы, царь – это тиран, а император, он подчинен закону. Дело в том, что, я хочу заметить, формально Рим при всех императорах, я говорю про Западную Римскую империю. Про Западную Римскую империю, то есть та, которая столица Рим, а не Византия. Формально почти весь период существования Римской империи он был на бумаге республикой. Вот это как Советский Союз, он же был на бумаге всегда республикой, по всей видимости. А то, что генеральный или просто секретарь Политбюро имел какие-то потрясающие совершенно, чуть ли не царские привилегии иногда, это как бы в сторону, это не обсуждается. Вот то же самое в Риме. Римские императоры, они как бы главы армии и там куча, там огромное количество титулов они собирают под одну крышу. Но при этом они всюду раз за разом, это читает некоторое удовольствие, когда император пишет, что мы не какие-то варвары, чтобы иметь царскую власть, а именно корону не носят. Вот важная вещь. Но при этом налог, который называется арум коронариум, налог на короны, который возлагается по случаю того или иного успеха императора. И он как бы называется у нас в этом случае добровольный дар от общества, его величество, извините, его величество это запрещено императору. Как правило, он называется на бумаге добровольный дар, но всегда собирался чиновниками и насильственным образом. И там есть обсуждение о том, как это собирает этот налог. В конце концов, он превратился в ежегодный налог, поэтому это отдельный цифр. Там чуть-чуть разные вещи. Но налогов было много и разных, и я люблю эту цитату, я уж не помню, кто из префектов в Сирии. Значит, в Сирии всегда префекты, а в Палестине иногда префекты, а иногда прокураторы. Разница в праве управления войсками. Префект имеет право, он имеет военную власть так же, как и гражданская, а прокуратор только гражданская. На практике, даже когда во главе Палестины стояли префекты, все равно войсками командовал префект в Сирии. Ну вот он один раз, когда ему говорили про налоги, он сказал, что будь моя воля, я бы его налог на воздух, которым вы дышите наложить. Налогов было много разных и по разным поводам. И лезть во всю эту систему римского налогообложения, об этом много кто пишет, это может оказаться интересным, но меня интересует, я про еврейский всякие штучки пишу, говорю в данном случае. Фокус вот какой, где-то вот в источниках, которые в Святой Земле, практически все налоги, которые платят римляне, рассматривают как что-то враждебное. И там обсуждение, они нас обирают, но кто-то говорит, вот они построили бани, вот они построили мосты, вот они построили дороги. Это правда, кстати. Римляне всюду, куда приходили, строили бани, мосты, дороги. Этим сильна римская империя. Они строили акведуки, то есть очень много занимались именно водными всякими делами. И, то есть, водопроводы римские, это вещь, ну вот римляне появились, они этим займутся обязательно. И, по идее, население должно быть благодарно римской империи, по крайней мере, за это. Но для сравнения, скажем, в большинстве колоний, которые потом европейцы будут делать в Африке, в Азии, неважно где, они в большинстве случаев ничего подобного не строят. От того, что тем ли римляне в своих колониях, в завоеванных странах, давайте я вспомню, европейские завоеватели чаще всего ничего подобного не делают. Если они рассматривали это именно как колонии, а не кусок себя, римляне в этом отношения. Но вот, когда вы читаете, скажем, отзывы мудрецов, там, второго века, первого века о римлянах, то по поводу благодарности за дороги, мосты, бани и акведуки, все время гадости говорят. То есть, это как бы враждебное государство, поэтому все, что они хотят, они хотят гадость. Вот это вот восприятие совершенно железное по источникам первого-второго века, то есть периода Мишны. И когда, скажем, а вы учтите, что баталмудов в качестве базы регулярно ссылаются на источники, то, что называется барай, даже если это не Мишна, а барай, то это всегда источники именно эти. Поэтому, как раз, чем древнее, тем, ну, чем древнее, я имею в виду первый-второй век, новая эра, тем хуже отношение к налоговым делам, потому что они как бы выплачиваются врагам. Но в Бавилонском Талмуде, когда речь идет о налогах, к ним относятся к чему-то очень справедливому. И там вот этого враждебного отношения к государственным налогам нету. Как бы считается, что налоги в Персидской империи, в Сассанитской империи, ну, период, когда писается Талмуд, они, если не считать там разных эксцессов, которые бывали, они, как правило, справедливые. Ну, в том смысле, что на евреев не возлагается больше, чем на других. И, например, вот тот отрывок, который я собирался сегодня читать в Талмуде, там будет упоминание, что мудрецы Талмуде и Хохамин свободны от налогов, от выплата налогов. И я могу сказать, что вот вообще это правило римское о том, что служители культа и ученые, обратите внимание, и философы, вот формулировка Рима, свободны Римской империи, свободны от налогов. Такое правило было. Но точно так же подобное правило было и в Персии, ну, и в Сассанитской, ну, в любой Персии, но вот в Вавилоне. Ученые и деятели культа свободны от налогов. По этому поводу еврейские мудрецы, например, от, свободно от подушной подати, по крайней мере, от подушной или подать, подать, от подушной подати были свободны и там, и там, по идее, это было так. И там регулярно идет обсуждение, должны ли мудрецы платить тот или иной налог. Нас будет интересовать, значит, тут есть очень важная особенность, которая была в Персидской империи и не была в Римской империи. И это очень важная особенность именно Персидской империи, которая впоследствии евреи будут нести за собой по всем краям, куда они придут. Значит, правило налогов обычно, если мы не говорим о сугубо частных вещах, правило, налоговое правило выглядит так, что подушную подать и подобные вещи, слагаемые на всех, община просят возлагать не на людей, а на общину. Вот это любопытный момент, который дальше, когда вы встречаете любой договор о прибытии евреев в любую страну. Ой, прошу прощения, раз у вас уже возник этот вопрос, я посмотрела в интернете, подать – это глагол, подать – это существительное. Хорошо, подать. У меня слабое место ударения всегда было. Ну, просто вы на этом как-то задали себе вопрос, поэтому я посмотрела. Спасибо, значит, подать. Подать. Хорошо, пусть будет подать. Значит, спасибо. Значит, соответственно, вот… Да, значит, вот эта система, она установлена была, вот, книгу Эстер. Вот давайте я сейчас сделаю одно отступление, и оно будет существовать. Книга Эстер. Кроме ее содержания религиозного, там есть один исторический факт, который является абсолютно существенной во всей этой истории. В этой книге, среди всего прочего, говорится, что евреи признаны, евреи признаны по всей Персидской империи, которая там описана, в этой книге, отдельной общиной, где бы они ни находились. Вот обычно общины в Персидской империи, они географические. Там провинция такая, это провинция сякая. Но евреи признаны отдельной общиной, независимо от провинции, где они находятся. Это очень важная история, которая дальше потащит еврея за собой. И глава еврейской общины, вот с той поры, как книг Эстер написано, вот как Мардыхай, да? Вот он первый. Во главе еврейской общины Персии, потом, ну Персии до, как бы она ни называлась, эта территория, до мусульманского завоевания в 632 году, Новая эра. И потом, вплоть до 1948 года, Новая эра, то есть чуть меньше 100 лет назад, во главе этой общины стоял человек, который назывался, ну, Аль-Раис-Аль-Ягуд, глава Раис-Рош, да, вы слышите, Рош-Хагула, на еврей, но еврейский глава, на русский этот титул принято переводить всегда словом Экзиларх, хороший русский язык, но Экзиларх, глава общины, значит, он считался крайне высокопоставленным чиновником администрации и в Вавилонии, и впоследствии у сассанидов, и впоследствии во всех образованиях, которые были мусульманских в этих вещах, более того, он считался одним из самых знатных людей в смысле родословных, какие существуют, какие существуют на территории империи, потому что род восходит ажа к царю Давиду, а род Экзилархам вавилонских восходит к Давиду, но почему он столь важный чиновник? Он, через него собираются налоги с еврейской общиной, именно через него. Вот это правило евреи пытались всегда перенести во все страны, и когда они вели переговоры с тем или иным княжеством, королевством, неважно с чем, ржечь у посполитой, с польской республикой, о въезде с Литовой, у нас сохранились жалованные грамоты, на основании которым евреи дают право проживания, то всегда одним из важнейших пунктов было, что налоги с нас вы собираете как с общины, а не как, а не с каждого человека. Далее, что это дает? Дает, это важнейшая вещь для организации общины, это правило перераспределения налога внутри. То есть, как бы государство говорит, у вас в общине живет, ну там, скажем, тысяча налогооблагаемых душ, по-разному в разных странах это происходит, соответственно, с вас столько-то, такая-то сумма с головы, община записывает, да, с нас такая-то сумма с головы, после чего она выплачивает эту сумму, но собирает она членов общины по своим внутренним правилам. И вот этот вопрос, как собираются эти налоги и многие другие, а он является центральным, о чем я хочу сегодня и говорить. Значит, как правило, давайте я приведу другой немножко пример, он будет на уровне общины, но он очень удобный полигон, и ровно потому, что всегда, когда речь заходит о распределении, как мы собираем об общественную кассу деньги, на которой, ну, практически налоги всегда, всегда идет ссылка именно сюда, имеется в виду отрывок в трактате Бава Батра, значит, отрывок, он начинается с совершенно фантастической вещи, которой много чего нам принято научить. В самом начале трактата идет речь о обязанностях соседей по содержанию общего двора. Ну, например, значит, если, вот, ну, я уже описывал, вот этот квадратный двор, куда выходит много домов, да, вот, только он, как бы, окружен стеной, чаще всего там дома построены, ну, такой вот, буквой С, с, ну, буквой, извините, омегой, покой, но только закрытый, вот, ну, таким четырехугольникам построены дома, так же они в некотором смысле образуют чаще всего крепость. Обычно наружная стена сплошная, и окна выходят вовнутрь только. Вот такие восточные дворы, и туда выходят кучи отдельных домов. Но, я вспомнил, тот, кто представляет двор-колодец, да, ну, вот что-то подобного вида, только один-два этажные, хотя в куче городов дома были и пятиэтажные в древних, я понимаю, что трудно поверить, мы как-то привыкли античное время представлять либо этот самый, какой-нибудь храм, он одноэтажный, какой бы он высоты не был, либо какую-нибудь виллу, а представить себе многоквартирный дом, который сдается по отдельным квартирам, нам довольно трудно. Но, поверьте, такие были в Риме, такие были, скажем, в Риме регулярно выходили законы, ограничивающие высоту вот таких зданий, которые сдавали по квартирам, потому что, ну, хотелось, ну, много квартир туда запихнуть, и там регулярно появлялись законы, которые ограничивают. Так вот, по-моему, последний из этих законов ограничивал высоту такого здания 17 метров. 17 метров, вы можете прикинуть, сколько это этажей в современном здании, если учесть, что футалок порядка 3 метров, а в современной квартире чуть-чуть меньше даже. Мы считаем 3 метра вместе с перекрытием. Значит, получается порядка 5-6 этажей. Это в Риме. Кстати, в Риме эти здания были очень плохими. В других городах они намного лучше строились. Вот. Ну, вот такие вот они регулярно строились с двором. Теперь вопрос о содержании двора. И Мишна, Палмудин, земля Израиля. Если упала стена двора, обвалилась, то до высоты 4 локтя 2 метра, до высоты 2 метра всех жителей этого двора обязывают принимать участие в восстановлении этой стены. Это понятно, что здесь все жители в равной степени, вы здесь живете, можно обсуждать, надо ли считать по числу жены, детей или по квартирам, но тут отдельный разговор, но тем не менее, там понятно, что собираются деньги, собираются на ремонт общей территории недвижимости. Но вот здесь считается дальше такого жителя двора, я просто читаю Мишну подряд, такого жителя двора составляют принять участие деньгами, чтобы построить сторожку, значит, приходит в такой большой двор, обычно была сторожка, куда сажали сторожа, и ни один житель двора скажет, что мне этот сторож не нужен, поэтому я денег не дам, нет, все обязаны дать, консьерж, да, вот такой там был во французском языке, и дверь во двор, то есть двор должен закрываться, человек, который сказал, что я эту дверь все равно никогда не закрываю, ему, говорят, все равно должен заплатить, значит, а вот дальше начинается просто песня, а именно тут же в следующем абзаце заставляют строить городскую стену, ворота и засобы, значит, ну понятно, заставляют строить, это как правило не физически строить, не из всех строителей хорошие получаются, хотя бывает это, а заставляют принять участие деньгами в строительстве городских стен, ворот засовок и сколько он должен пробыть в городе, чтобы стать горожанином, то есть, чтобы на него эту обязанность возложили, ответ 12 месяцев, если человек живет в городе 12 месяцев, он становится его гражданином в смысле общественных расходов, а если купил дом для проживания или снял жилье на те же 12 месяцев, то он должен становиться в гараже и должен нести расходы. Окей, вот наконец-то мы дошли, что первое, что мы замечаем в этой логике, которая в Талмуде, которая здесь была, вот эта логика Мишны, расходы на строительство городских стен и на ворот, городских ворот, ничем не отличаются от строительства стен коммунального двора. вот это одно и то же. То есть как бы это коммунальное хозяйство. Это коммунальное хозяйство только маленькой коммуны, а город это большой город. А город это то же самое, только такое большое коммунальное хозяйство. Далее значит вначале выдвигаются предположения, а оно важно, я здесь хочу зачитать уже Талму по этому поводу. Значит далее обсуждается одна довольно любопытная вещь, которая дальше окажет сильное влияние на понимание всего этого дела. Значит высказывается, что ведь не всем городам нужна городская стена, а именно та, которая близка к границам, ну Сфар это не обжитая местность, которая это не граница. Сфар это ну вот одно дело город, который находится глубоко внутри страны и там нету внешних каких-то угроз, бандитских шаек и подобных вещей, то им как бы городской стены и не нужны. А тот, кто живет ближе к границе, им нужна городская стена, то есть как бы городская стена, ворота и засовы нужны городу, который должен защищаться от, как-то ни странно, не от врагов, а от бандитов. Полицейская вещь. Но исторически вот любого, кому водят экскурсии по Старому Иерусалиму, любой гид как бы на автомате говорит, что стена, которую мы видим сегодня вокруг Иерусалима, вот это построенное Бейбарсо, она стена не военная, а полицейская для защиты от арабских шаек, бедуинских в основном, которые тогда непрерывно грабили Ну, вот такая стена. Ну, тут практически, но она сыграла свою роль в нескольких войнах уже как военное значение, у нее тоже естественно есть, полицейскую стену от военной городской стену отличить довольно трудно, все равно защитит и та, и та, не входя в военную историю. После этого задается вопрос, значит, спрашивает раби Элязар у раби Йоханана, когда собирают деньги на городскую стену засовы и ворота, собирают Литвина Фашот по душам или же по согласно имуществу, сказал раби Йоханан, он ответил по имуществу. И далее Талмуд замечают, что это правило забито, прибито гвоздями. Далее второй вопрос ответ, что есть, оказывается, второй вариант этого диалога до нас дошел. Тот же вопрос раби Элязара, тому же раби Йоханан, когда собирают деньги на городскую стену, собирают деньги по близости к городской стену или согласно имуществу, то есть согласно благосостоянию, сказал по близости к городской стене. Ответ этот закон прибит гвоздями. То есть именно так и надо идти. И вот то, что здесь начинается, начиная с этого обсуждения, собственно, оно является вот это обсуждение, как собирают деньги в общественной кассе по имуществу или по близости к стене. Вот надо просто понять. У нас три варианта предложено было. В этих двух диалогах, которые предлагаются, были два варианта. Первый вариант спросил по деньгам или по имуществу, или по душам, или по деньгам или по близости к стене. что имеется ввиду поблизости к стене? Идея, которая за этим лежит, это то, с чего мы начали. Речь идет о полицейской скорее стене, и тот, кто, от кого защищает стена, это от грабителей. По этому поводу, согласно имуществу, имеется ввиду, естественно, движимое имущество, по богатству в доме. Вот речь не идет о стоимости земельных участков в городе. Стоимость земельных участков в городе это отдельная тема, как определить стоимость земельного участка в том или ином месте города. Это тема мрачная, сложная и сегодня к тому же подверженная непрерывным изменениям. И часть города, которая была самая ценная, может стать потом дешевле, потом еще дешевле, а потом через век ты обнаружишь, что это самое мрачное место города, где сдать жилье, та еще проблема. Не снять, а сдать. По причине того, что оно полностью опустилось. Но идея, которая здесь говорится по поводу Фимамон, так как эта стена призвана защитить от грабителя, то понятно, что интересант, чем больше он нуждается в защите, то есть чем больше он получает выгоды от этой стены, а понятно, что тот, кто богаче, он на этой стене как бы защищает больше. А сама земля в данном случае не имеет отношения к делу, потому что земля имеет отношения, как по этому поводу говорит Меири, раби мэйр бен Тодорос Абулафия, или Абулафия, как вам удобнее произносить, я привык Абулафия, хотя в Израиле естественное ударение на последний слава Абулафия. Это супер два авторитета, которые говорят, что, которые очень аккуратно проводят разницу между войной и грабителями. Во время войны царские, один из них там 12 век, второй, 14, 15-й, они говорят, что во время войны идет разрушение недвижимости, а грабители они только движимостью интересуются, потому что ну они украсть хотят, а землю им не сбереть, все-таки это тяжелое дело, много слишком весит. И соответственно понятно, что первый вопрос по душам платят или по имуществу, то понятно идея состоит в том, что так как воры, вот эти грабители, они не столько опасность для жизни, сколько опасность для имущества, то справедливо вот та самая тема, справедливо, что платили по имуществу. То есть идея в этом налоге состоит, что на ГН выгода она по, точнее плата по тому, сколько человек получает выгода от этого. Заметим, что второй вопрос вообще тема возможности, что эта стена стоится подушно по числу людей, она даже не поднимается и задается второй вопрос по близости к городской стене или по или по имуществу. И говорится, что очевидно, что если стена является защитой от бандитов, то чем ближе стена к городской, чем ближе дом к городской стене, тем больше он выгоды получает. Почему? Потому что при отсутствии городской стены первыми страдают дома, которые ближе к границе. поэтому очевидно, что еще наиболее выгода между домом, который находится в центре города и домом, который находится на краю города в наличии стены получает тот, кто находится на краю города и он должен платить больше. Казалось бы, что происходит в результате? В результате, когда говорится о прибил закон гвоздями, у нас идея о плате поголовно, она полностью отвергнута. И она как бы исключена из этого вопроса. Но и осталось только один вопрос по кто богаче, тот больше, и чем ближе к стене, тем больше. Результат будет восхитительный и то, и другое при этом первая ориентировка на состоятельность, а второе, значит, если два дома одинакового состояния, то тот, кто ближе к стене, платит больше, но при этом богатый, который живет дальше, платит больше, чем бедный, который живет ближе. Там очень сложная формула. Начинаются, я в данном случае не вхожу, но я хочу брать внимание на два правила. Оказывается, мы распределяем по имуществу и немножко, второй пункт, мы два пункта ориентируемся и дальше нам придется взвешивать между ними, ориентируемся на близость к стене. И, казалось бы, мы исключили поголовную плату, просто каждый платит, вот этот пример, который все авторы, которые пишут на эту тему, когда говорят, регулярно приводят аналогию Бекалагульголат пол шекеля или Бахатсидгашекек, пол шекеля на душу, когда говорят в равном стиле. Но Талмуд не был бы с собой, если бы он не обсуждал подобную тему, это в данном случае Тусефта, но обсуждается две очень сходных варианта. Как проверяется мышление, именно оно определяется на двух похожих вариантов. По пустыне идет караван. Значит, ситуация, которая обсуждается, по пустыне идет караван. На него напали разбойники и требуют выплатить некоторую сумму для того, чтобы караван мог продолжить путешествие. А иначе грозят всякими разными неприятностями. Значит, вопрос, как делить возложенную подать? Как делить то, что я разбойничаю вот это подать, как ее делить? По головам или по имуществу? Ответ довольно очевидный, что делятся по имуществу, причем по имуществу не общему, а то, которое находится в этом караване. вот насколько ты везешь товаров и денег, в той мере ты участвуешь. То есть, оцениваются там, они хотят тысячу, общая стоимость товара сто тысяч, значит, ты везешь, пятьдесят из них тысяч везешь ты, значит, половину ты заплатишь из тысячи. Вот где-то вот так идет такой еще. И очевидно, что Лефимаму, здесь всем довольно очевидно, было бы что обсуждать. Но та же самая ситуация. По пустыне идет караван и он заблудился. Надо нанять проводника, который выведет караван. То на вопрос как платить ответ выглядит понятно, что по головам. Там значит и там приведет очень важный аргумент для всей этой истории. Там, где есть опасность для жизни, там платят по головам. Там, где опасность только о деньгах, там платят по деньгам. вот это правило. Где по головам, где по деньгам, оно будет всюду всех преследовать, его будут сюда обсуждать, но, правда, не всегда последовательно применить. Давайте третий пример того же Талмуда. третий пример, он будет очень подобного категории. Корабль попал в бурю на море. И для облегчения корабля, ну, тот, кто читал всевозможные книги о древних путешествиях и помнит, за борт кидают товары, облегчают корабль, ну, баланс вначале, а потом и товары кидают, лишь бы облегчить корабль. Вопрос, как участвуют в расходах, ежели такое случилось. Ответ по весу товара, вот, ежели выкинули тонну, то, соответственно, считают, у кого сколько было и, соответствующим образом, делят этот расход. И далее идет совершенно потрясающее высказывание по поводу и не отступает от обычая принятого у моряков. А у них обычай довольно очевиден. У них именно такой обычай. По этому поводу теперь давайте смотреть. Вот эти, собственно, я перечислил главные прецеденты Талмуда, на которые будут ссылаться в дальнейшем все главные законодательства. А именно история платят по имуществу или поголовно, когда речь идет о строительстве городской стены. Насколько мы должны при этом учитывать выгоду от общественного мероприятия каждого. Тот, кто ближе к стене, он как бы получает больше выгоды от этой стены, потому что он чаще страдает от воров, а тот, кто глубине города, до него реже доходит. Пусть даже он и богаче, кстати, при этом. И вопрос, иногда нам приходится действовать по душам, причем аргумент, который был, когда мы собираем со всех одинаково, это опасность для жизни, равная для всех, так как равна для всех, то соответственно и платить все должны пор. В этом смысле мне кажется довольно любопытно, давайте я просто для того, чтобы немножечко все эти сложные рассуждения разбавить, просто приведу одно прекраснейшее обсуждение, которое проливает смет на логику в налогообложении, это будет частный случай, это будет не основной, потому что основные случаи, они связаны с налогами более серьезными, но вот вещь, которую скорее надо воспринимать как анекдот, по-моему, значит, так. . 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 Значит, это уже упомянутый сегодня рабе мэйр бен Тодорос Галеви Абулафия. Его спросили, следующий вопрос ему задали. Ему задали два вопроса, но подробно он ответил на один из них. Вопрос выглядит так. В городе значит, хочет нанять, хотят нанять Хазана. Хазан это кантор, да, по-русски. Тот, кто ведет молитву перед всем. Вопрос, как распределить плату кантору перед людьми. Второй вопрос заданный здесь же. А именно учитель в маленьких городах. Нужно ли заставлять, собирать деньги на нанятие учителя на всех жителей, равно распределять, чтобы нанять общественного учителя, или это должны платить только распределять, обратно внимание. Либо мы должны собрать только с родителей, но при этом как бы не предполагается, что каждый заключает частное соглашение с учат классом, поэтому каждое частное соглашение неправильно будет. И потом перераспределить между ними, сколько стоит только учащихся. В чем проблема? В больших городах этой проблемы нет. В больших городах у нас очень просто все делается, но в больших городах на самом деле все, я не буду сейчас рассказывать, как устроена система обучения в древности, ну, в средние века, но в больших городах все довольно просто. у нас есть достаточное количество учеников на каждого учителя, ну, на класс. По этому поводу можно спокойно требовать, чтобы платили родители за учебу, и нет проблемы. Проблема в том, что в маленьких городах очень мало учеников, и обычная плата учителя большого города в маленьком городе вы никому не пригласите, но представьте себе, ну, грубо говоря, значит, учение ученика, ну, скажем, 25 человек в классе, да, 3000 долларов, по-моему, сейчас месяц долг, ну, 2000. Это по 40 долларов, 40? Нет, мало, 25 человек в классе по 80 долларов с человека, и учитель найм, у вас есть деньги, чтобы нанять учителя, может быть, не лучшего, но какого-то вы наймите. Теперь, в маленьком городе у нас нету 25 человек в классе, а у вас есть обычная проблема сельской школы, у нас в классе 7 учеников, 10 учеников, а, соответственно, платить надо много каждому, с каждым, а тем самым, если нету какой-то системы, налоговой системы, которая соберет эти деньги, не только с родителей, вы вынуждены будете закрыть эту школу, и что и ну, с концом советской власти, я не помню, в 90-х, по-моему, годах, бывшие в Советском Союзе, или в нулевых годах уже этого века, произошло, сельские школы в большинстве своим были закрыты, именно в маленьких деревнях, в селах, естественно, они открыты, только пришлось кому-то устраивать перевозку детей, для развозки детей, я не собираюсь обсуждать, хорошо это и плохо, обратите внимание, я не об этом говорю, я говорю о том, как распределить деньги, вот этот вопрос задан, и вопрос, который задан про Хазана, он, да, почему, в чем проблема, почему задается вопрос, что как бы мой ребенок не ходит в школу, почему я должен платить за чужих детей, и это выведет несправедливо, по этому поводу, почему вы хотите возложить налог на всю общину, на содержание школы, а не только на родителей, это действительно вопрос о справедливости. Второй вопрос, который был задан про Хазана, аргумент, который, с которого начинает Абулафия, он простой, что вроде бы, по идее, то, что вы говорите, если мы говорим о высокой справедливости, то всюду делить надо лафинофашот, то есть, по голподушно, чтобы все платили в равной доле, и ученики, то есть, платить надо, даже в маленьком городе, вот, сколько учеников есть, распределить сумму на учителя, между ними, и действительно. И то же самое, когда мы говорим о, теперь, когда мы говорим о Хазане, то у нас получается еще более смешная ситуация, которую он говорит. «Голос Кантера», он, что для бедного, что для богатого звучит одинаково. Но в синагоге поет Кантер. Все получают удовольствие от этого пения в равной степени. Но мы не говорим о синагогах гигантских, вроде Александрийских. Ну, как это в равной степени? Есть такие голоса, что ты еле терпишь. Вы в равной степени его еле терпите. Все получат, все присутствующие, получают удовольствие в равной степени. Согласитесь, в равной степени страдания и в равной степени ну, как? Естественно, или в равной степени удовольствия. Естественно, преимущества и недостатки имеют некоторые, кому условно «медведь на ухо наступил». Они не испытывают страдания от плохого пения, но, впрочем, они не получают удовольствие от хорошего пения. Было вполне компенсированно. Но как бы, почему бедный должен платить Хазану меньше, чем богатый? Логика отсутствует напрямую. И с этого начинается. Понятно, что очевидно, что должно быть в равной сети. Вот он начинает с того, что это вроде бы очевидно. Но дело в том, что тот, который я взял, там лучше все темы это разобрать. И он говорит некоторую простую вещь. Кантор в будние дни, он не за это ему платит. Более того, он упоминает простую вещь довольно-таки, что в будней молитве красота, красивый голос Кантора никому не нужен. Ему не дают петь просто в будний день, кто позволит Кантору распевать. Его выкинут, если он попробует. Там все торопятся. Обратите внимание, в большинстве общин сегодняшних Израиля, там вообще тот, кто читает молитву, он вообще не профессиональный Кантор, а кто-то из общин это делает. Сегодня Кантор, который в будни дни читает в синагоге молитву, это большая река. Я даже не знаю, в каких синагоге, я даже не помню, есть ли такие синагоги сейчас в Израиле. В большинстве общин вообще-то и субботу даже Кантора нету, именно профессионального, который певец в большинстве общин. Разумеется, теперь есть общины, где Кантор есть и каждую субботу, то, что называется хоральные синагоги, знаете, такие, ну, в Москве, в Архиповом переулке. В России самая знаменитая такая синагога, она в Будапеште находится, в Одессе такая синагога была, в Киеве такая синагога была, я просто знаю, и в Праге такая синагога была, а где каждую субботу концерт. В Италии, наоборот, почти в каждой синагоге по субботам концерт, это чуть ли не обязательная вещь. Вопрос общины. Это хасиды сильно попортили Канторам жизнь, это у них практически Канторы были отменены, именно у хасидов. А у миснагидов Кантор ценились весьма-весьма и весьма. Ну, там, длинные разговоры по поводу того, что у хасидов, например, у миснагидов, например, народные негуны, народные мелодии в Канторском пении были просто запрещены. Ну, по обычаю, и Кантор, который попытался спеть бы народную песенку, он на мотив народной песенки, молитвы его бы оттуда выкинули просто. Там предпочитали какую-нибудь классическую мелодию, классических авторов. Венская община заказывала лучшим композиторам мира, чтобы они для них сочиняли мелодию, например, Шуберту. Ну, Шуберт был тогда не на вершине знаменитости, он при жизни знаменитым почти не успел стать. По-моему, знаменитым прожил один месяц жизни всего. Но тем не менее. То есть заказывать крупным композиторам пару пустяков. Это было принято. Вопрос про бедного человека, почему я должен платить за это удовольствие. Ответ, ну, ты же получаешь удовольствие от этого пения. По этому поводу, в Раби Мейра Булафи говорит некоторую простую вещь, что, собственно, если мы говорим серьезно, то деньги, которые платит Кантор, они распадаются на две части. Одна часть – это ежедневная молитва, то, что называется обязанность. Вот эти жертвы обязанности. Вот он приводит аналогию очень красивую. Есть жертвы обязанности. Тмидим – постоянная жертва утренняя и вечерняя. И мусофим – дополнительные жертвы праздников и так далее. А есть жертвы, которые приносятся уже каждый сам. По этому поводу правило, что Хазан является вот это, с каждого, со всех поровну, это минимальная часть работы Кантор. По этому поводу, если Кантор у вас занимается только тем, что Хазан Пашут, вот такое слово есть, простой, который занимается только обязанностями, религиозными обязанностями, вот обратите внимание, я цитирую Хувад Хадат, религиозными обязанностями и подобное этому, то распределяет по всей общине от человека, который стал бар-митсва, и это каждый поголовно, то есть вот это минимальная где-то вещь. Но! И это простой Хазан, который может просто прочесть молитву так, чтобы все могли услышать, понять, что ему сказано, то есть он достаточно четким голосом поет, но красоты от него не требуется. Тогда каждый платит, каждый должен заплатить по-моему. Но! Если мы хотим, что Хазан пел красиво, чтобы это было на славу общины, то тогда все-таки пусть богатые люди заплатят этому Хазану в полной мере, и, соответственно, эти деньги платятся по имуществу. То есть вот таким способом. То есть богатые больше, бедные меньше. Бедные вообще ничего, извините. Потому что вначале мы как бы все заплатили по рублю, а вот ежели он красивый, то тогда мы заставили платить всех. Вот это эта норма, она очень любопытная. Потому что, собственно, вот эта респонса, которую я сейчас ну, почти читал, я рассказываю. Она не длинная, она всего на столбец идет. Извините, на два. На два столбца все. Но она является некоторой основой соображений всюду. Что пока речь идет о необходимой, в равной степени о необходимом, то можно говорить о распределении по душным, по голодным. А как только речь заходит о распределении, о расходах на красоту, вот это довольно важный момент, на красоту, которая не обязательно. То с этого момента мы переходим на распределение по душе. По, извините, по имуществу. Вот это некоторая основа. Кстати, вот давайте замечу, я не говорю в данном случае еще о налогах, как определяется по деньгам. Я об этом не сказал ни слова сегодня. Просто я не успею. есть одно фантастическое, я просто не успею одну из самых красивых вещей в Махарша рассказать. Там есть, а может быть успею, давайте я попробую. Ражба. Адрат, да, Раби Шимон Адрат. Это внук Раши вообще-то. Ему как-то задали вопрос, а вот какая ситуация. Значит, в городе Монтасон. Ну, неважно, Франция, речи это. Его спросили следующие, что каждый год местные священники католические и власти начинают каждый год перед праздниками ихними, какими конкретно не указывается, думаю, что пасхальными. Значит, хотят запретить евреям держать свои скотобойню, то есть шхита, запретить кошерную резку и запретить продавать свое вино и запретить евреям держать свои пекарни, хлебопекарни и каждый год перед праздниками ихними, ихними, там вообще вода зарослит, то есть, думаю, что Пасха, их приходится подкупать, чтобы заткнуть им рот, а при этом они каждый год приходится подкупать, это просто вот такой налог местный на еврейскую жизнь, если вы хотите жить еврейской жизнью, то заплатите, но дело в том, что такое невозможно, это запрещено, более того, речь идет о Франции, где его величество, если он знает про эти проделки, у кого-то, то есть, он, конечно, знает, но официально, если этот произведет, перейдет на официальный уровень, его величество просто влезет и спрашивает, кто тут моих евреев обижает. Евреи являются имуществом в большинстве французских, большинство франций являются имуществом короны, но в смысле не как крепостные, а как налогоплательщики прямые короны и находятся под прямым покровительством его величества. Опять, разные эксцессы, в разные времена отступлений хватает от этого правила, и споров, кстати, тоже хватает, потому что такую корову хочется доить всем, тут надо не забывать эту особенность, всего мира, тогдашнего и нынешнего. Значит, и по этому поводу проделка ежегодная, местная, священники объединяются с местной всякой публики, к ним присоединяются, как правило, выкресты. здесь здесь есть, я не придумываю, я просто смотрю в текст. И они пытаются запретить евреям объявляют о том, что они собираются запретить еврейскую бойню, запретить еврейские хлебопекарни, продолжают делать свое вино, ну и так далее. им каждый год приходится сдавать взятку. Так в оригинале написано, их приходится подскупать, чтобы заткнуть им рот. Причем прелесть состоит в том, монахам галахим это не только монахи, это и священники, ну все братья не особо разбирались между монахами и священниками, и их судьям и каждый год, из года в год, накануне их праздников, известных праздников, значит, приходится вообще не платить им взятку, которая ежегодно, я бы сказал, что уже много. И тут богатый какой-то человек выступает и говорит, что почему вы распределяете эту взятку по согласно имуществу, ведь хлеб богатый ест столько же хлеба, сколько и бедный, ест столько же мяса, сколько и бедный, поэтому требую, требую, чтобы платили подушно. Я хочу заметить одну вещь, довольно смешную, что им тогда еще не приходило в голову косвенный налог. Сегодня бы, вот у меня есть сосед, глубокий, большой экономист, практик, который в таких случаях говорит, что, но ведь очевидное решение, вы эти деньги, которые заплатили в качестве взятки, распределяете как косвенный налог на мясо, вино и хлеб, и в результате вы выплачиваете эти деньги именно согласно потреблению. Я вот могу вам показать целые книжки, которые на эту тему написаны, именно такое вот решение. Нет, но в те времена косвенные налоги не очень любили, были налоги более-менее искусственных налог настолько правило было только, редко другая, а вот попозже, скажем, в 17 веке в польской общине, в польской, ну, а польская община тогда это Ржечь Посполита огромная территория, которая включает современную Литву, Беларусь и большую часть Украины, польская конфедерация, на самом деле, по-моему, лучше всего произносить, переводить именно конфедерация, там была вот эта система налоговых, косвенного налога на шхиту, мясной сбор, он был, и это длинный довольно разговор про него в 19 веке, во второй половине очень много чего было написано про эту историю, всевозможными исследователями, но там это в голову не приходила такая опция, а собирали деньги как бы сообщили. Значит, и аргумент довольно серьезный, все-таки богатый действительно ест не больше, чем бедный, ну, два обеда не съест, что называется. Значит, и вроде бы справедливое требование, чтобы все платили в равной степени. И вроде бы все было бы правда, если бы не последовало потрясающе, я не буду зачитывать целиком ответ, но он просто радует. Ответ, что все равно такие вещи платят согласно имуществу, почему? Потому что есть еще то, что надо принимать во внимание, возможность людей заплатить. А по этому поводу, так как бедные очень трудно платить и выделять свои из своих скудных средств еще в равной области на взятки, то мы все равно идем по имуществу, распределяем эти деньги и мы исходим из имущества, а не это самое. И он говорит, что так, как речь идет о деньгах, вот здесь он вступает в некоторую силу, в некоторое соображение, которое выглядит в следующем образом. Взятка платится для спасения чего? Для спасения имущества, вот соображение, которое идет, здесь оно именно в Талмуде находит опору. Идея выглядит так. Взятка платится для спасения имущества еврейской общины или взятка платится для спасения жизни еврейской общины. Если речь идет о спасении жизни, то тогда все платят поровну, как в заблудившемся караване. Все проводника нанимают, платят поровну. Если взятка платится для спасения имущества, например, налоги, которые собирают с евреем, это, собственно, вся речь идет только об имуществе, потому что, как это сказать, значит, я не могу не процитировать, потому что цари и князья возлагают налог только на хозяев кошельков и в результате, а почему? Потому что это все, что интересует их, деньги. Поэтому они возлагают налог не на людей, а на кошельки, поэтому спасать их должны согласно кошельку. И в нашем случае, когда речь идет о спасении еврейских пекарен, виноделин и мясных лавок, то ясно, что их интересует имущество, а там, где врага, и там, где интересует власть имущество, мы распределяем расходы по имуществу. Вот это именно вот такой вот аргумент, и он говорит, что аргумент, что все едят одинаково, идет пусть далеко, потому что речь идет именно о спасении имущества, а поэтому и расходы будут согласно имуществу. Замечен несогласный, например, как в дорогах, например, с дорогами согласно выгоде, которые получают, например, бизнес к стене, здесь тоже не работает, здесь будет работать именно это. Вот это правило, оно будет применяться. И вот это соображение, которое здесь приведено, раби Шимена Адрата, оно будет всюду работать. Что там, где речь идет о спасении имущества, распределяем согласно имуществу. А власти, когда возлагают на нас налоги, речь идет имущество, а поэтому налоги внутри общины перераспределяются по имуществу. И до XIX века это правило более-менее хорошо соблюдалось. Первым, кто как-то пошатнул это правило и стал смотреть чуть-чуть в другую сторону, был Нодаба и Гуда. Но я боюсь, что я об этом рассказывать буду в следующий раз, потому что на этом я все-таки прекращаю дозволенные речи. И если есть вопросы, я отвечу, Ну, потому что длинно много. Ну да. Вот так. Вопросы есть? Ну, если нет, тогда... Спасибо. Продолжение следует...